Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о своей работе над очередным акварельным этюдом. Это овощи со своей грядки, между прочим. Вот так выглядела натура. Начало работы традиционно это набросок карандашом средней мягкости. Карандаш я держу очень сильно под углом. Намечаю сразу все границы, как вы заметили. Потом границы крупных форм, никаких внутренних делений, никаких лишних элементов, пока не устаканится пропорцией внешних краев. Как вы видите, эти границы подвергаются проверке обязательно в процессе и уточнению. То есть пока крупные формы границами своими не будут найдены, рисовать что бы то ни было внутри смысла, конечно же, никакого нет. Нельзя увлекаться деталями, пока не решено расположение целых крупных форм. Поэтому проверка, как видите, я измеряю карандашом крупные пропорции. Проверка идет на этом этапе. Когда все крупные формы нашлись, нашлись их соотношения пропорциональные, я перехожу, собственно говоря, к уточнению уже всех основных границ, всех деталей. Здесь одна у нас конструкция, это вот солонка, конструкция руками человека сделана, все остальное природные формы. Рисунок я уже уточняющий, как обычно делаю, механическим карандашом HB острым и прям поверх наброска, практически не стирая предыдущие линии. То есть я поэтому и не стараюсь рисовать какие-то детали в начале, потому что понимаю, что потом все равно буду вычищать. Здесь вы видите уже рисунок, освобожденный от наброска, то есть стерта клячкой весь лишний графит, остались только линии, нанесенные механическим карандашом. И по предварительно смоченной бумаге, предварительно разведенным колером, сложно составным, сложным цветом, такой крупной заливкой, крупной кистью, я делаю фон. Такими крупными заливками я пользуюсь написанием крупных плоских поверхностей, в данном случае это фон. Ну, потому что особенных изменений цветотональных фон не содержит. Можно, в принципе, его решить и заливкой, а не мазком. Ну, можно и мазком, но в данном случае мне так удобнее и быстрее. Тонкая кисточка, я смягчаю края. И следующий слой – это такая тонировка, которая призвана отделить самые яркие блики на предметах, самые светлые яркие поверхности от следующего тона. Это белый фон. Белый фон, он, конечно, белый, но тоном немножко уступает ярким бликам на металле и на стекле, поэтому такая заливка просто необходима для того, чтобы избежать дробности. Ну, а следующий этап, как обычно, это подкладки среднего тона, следующий тон после блика. Вот у блестящей темной свеклы этот тон находится в районе рефлексорном, да, то есть, ну, блики я формирую сразу. Каждая поверхность, да, прокладывается средний тон. Морковка такая яркая. Ну, вот блики у морковки я предпочитаю здесь не оставлять белой бумагой, а отобрать сухой кисточкой, водой с сухой кисточкой, чтобы эти блики приобрели более мягкие границы. Таким образом, у нас получаются границы у бликов с разным характером. На стекло, как обычно, я делаю подкладку тоже среднего тона, следующего после блика, то есть, стекло у нас просвечивает, а металл по этой же схеме, но металл у нас отражает, поэтому следующее после блика, тона самого светлого отражения. Подкладка на срез свеклы, я стараюсь ее делать сразу сочной, яркой, практически красками из тюбиков. Тут какие-то розовые, фиолетовые хинокридоны. Но обратите внимание, в следующем кадре, как этот яркий, сочный цвет, положенный на увлажненную бумагу, как сильно он просядет. То есть, иногда нам кажется, что вот мы положили ярко, все сочно, красиво, бумага высохла, и цвет изменился. Обязательно нужно это фиксировать и замечать. То есть, никогда не нужно исходить из того, что мы что-то делаем. Надо обязательно реагировать на то, что есть на самом деле. Видите, как сильно просела краска после высыхания. Ничего страшного, добавить никогда не поздно. Я перехожу к следующему этапу. Это написание падающих теней. Принцип написания падающих теней связан, конечно же, с принципом их существования. Падающая тень – это зона рефлекса, это зона отражения среды, отражения того, что находится рядом с предметом, сам предмет. Особенно, конечно же, на белом фоне. То есть, белый фон, как зеркало в данном случае, и тень на белом, она ведет себя почти зеркально. То есть, она воспринимает среду, конечно же, в основном это очень-очень такие тонкие, какие-то сложные, серые оттенки. Конечно же, они не яркие. И мы обращаем внимание на разницу тона и оттенка между началом падающей тени, то есть, то, что находится непосредственно под предметом, и ее продолжением. И также хочу заранее сказать, что краска акварельная высыхает, обязательно побледнеет, поэтому мы не слишком стесняемся в оттенках. Я лично не слишком стесняюсь, понимая, что когда краска высохнет, все равно еще придется добавить. Следующий этап – это, собственно, пропись называется. То есть, когда я пишу уже в полную силу поверх этого первого слоя, придавая предмету и объем, и прочие характеристики. Здесь, конечно, большой крупной заливкой отделаться невозможно, потому что форма объемная, имеет в данном случае свекла, имеет сложную такую фактурную характеристику. Материальность у нее неоднозначная. Поэтому здесь приходится прибегать к технике, ну, как приходится, по-другому и никак. Технике акварельного мазка. Мазок – это маленькая заливка, это такие площадочки, которыми я набираю форму, наблюдаю за тем, как она меняется в пространстве. Это форма, да, как меняется цвет. И вот на такую основу, которая была изначально, и казалось, что этот тон, в общем-то, и соответствует тону рефлекса, оказалось, что нет. Краска высохла, побледнела. Но на такую тональность все-таки легче подобрать точный следующий тон. К тому же краска, которая ложится не первым слоем, бледнеет меньше. Поэтому тот цвет, который я кладу, я могу уже его воспринимать как окончательный. То есть белая бумага больше забирает вместе, и она забирает и воду, она забирает и яркость краски. Второй слой, как правило, тем более следующие слои, они уже объективно такие, какие, собственно говоря, как мы положили краску, такая она в итоге остается. Никогда краска акварельная после высыхания не темнеет, может посветлить. Это тоже нужно учитывать, не нужно бояться перетемнить, например, темное. Но, конечно, нужно быть осторожными с утемнением чего-то светлого. Лучше это делать, набирать светлое, не в один прием, если вы не уверены в своем чувстве цветного тона. Тем не менее, значит, пропись свеклы, она состоит как бы из нескольких этапов. Получается сначала крупные мазки, потом мелкие доводки, то есть последующими слоями, мелкими точками. Я как бы объединяю эти крупные мазки в некую общую массу фактурную. Также требует написания и ботва, ну то есть то, что вот видно, да, там ботва, она здесь такая оборванная. Там листик, маленький кусочек листика. Ну, ботвы характерные такие, как бы лучи, такие двухцветные полосатики. Эти палочки, они чуть-чуть на полтона буквально светлее, чем сама свекла, чуть-чуть краснее, чем она. Ну вот, собственно говоря, все, что нужно про это видеть, ну как бы и фиксировать. Соответственно, сложный зеленый цвет, очень важно не переярчить. Зеленки в природе не существуют, ярко-зеленые цвета, это очень большой риск всегда. Поэтому уж лучше немножечко преусложнить зеленое, чем его случайно переярчить. Ну, немножко потребовалось утемнить и выровнять фон. И я перехожу к следующему предмету. Это морковка. Она очень яркая, очень такая сочная, свежая, прямо, можно сказать, с грядки. Блики на морковке в основной части я оставляю, вот этот первый слой, но почти белая бумага, чуть-чуть тонированная. Вот. И, конечно, нужно вокруг добрать тональность теней, окружения, среды. Намного проще вписывать предмет, если среда как-то уже существует. То есть легче, что называется, попасть в тональность. На морковку падают падающие тени от стеклянной солонки. И там я наблюдаю блики, которые сквозь стекло, естественно, уже выглядят не такими яркими. Они темнее, и они, очевидно, розовые. То есть там розоватый оттенок, он, собственно говоря, мне не кажется, потому что оранжевый цвет, он меняться совершенно спокойно может в розовую сторону. Розовый цвет для оранжевого близкий. Вот. Все тени на оранжевой морковке, они тоже составные. То есть они имеют общую характеристику коричневого цвета. Но коричневый неоднозначно. Здесь какие-то участки краснее, какие-то зеленее. Поэтому коричневые краски я не использую, а добавляю в спектральные, в красные, красно-оранжевые, в оранжевые какое-то количество холодных красок, зеленых или синих. На морковке есть такой небольшой обрубочек от ее хвоста, такой акцент. Тоже сложно зеленого цвета, да, то есть почти что серо-зеленого. Очень соблазнительно, конечно, сделать яркую точку, как будто бы глаз наш там и видит яркое зеленое. Но на самом деле надо с этим поаккуратнее, потому что, как я уже говорила, в природе ярко-зеленых цветов, их нет, даже если вам очень хочется и кажется лучше с зелеными быть поосторожнее. Следующий этап – это пропись стекла и металла, вот наши солонки. Видите, я очень так заметно тонирую соль, потому что там внутри у нас соль, потому что мне нужен контраст стекла, точнее блика на стекле и блика на металле. И вот этот контраст за счет тонировки его можно получить. Естественно, соль, как в отличие от стекла, она не прозрачная и не блестящая, в отличие от металла. У нее матовая такая характеристика, поэтому она имеет свет и тень. То есть теневая зона, как и положено, раз свет справа, значит она будет слева. И там мы наблюдаем с вами очень такой деликатный розовый рефлекс в тени от морковки. То есть морковка с солью перекликаются такими розовыми оттенками. Ну а просвечивающая часть стекла просвечивает, собственно, морковку. Там мы видим толщину стекла. Здесь получается такое серо-оранжевое кружево, где серое уже по тональности я подбираю, смотрю, как бы между тоном фона и тоном соли. То есть чуть темнее, чем соль, чуть светлее, чем фон. Для того, чтобы не промахнуться. Ну а морковка, тон ее практически такой же, как и, собственно, сам предмет. Что просветит, стекло прозрачное, поэтому что просвечивает, то и есть. Естественно, тут очень важно не ошибиться и случайно не закрасить основные блики. А написание металлической части пробочки, солонки, это одно сплошное удовольствие. Потому что здесь нет сложной формы, довольно контрастная поверхность. Все предельно ясно, что отражается, такой тон мы там и наблюдаем. Получается довольно резкий контраст, такой большой диапазон тона между яркими бликами, это белая бумага, и отражающимися темными предметами, которые рядом, та же свекла, допустим. Ну и, соответственно, отражение фона, отражение одного фона, светлого, серого фона сверху. Все это придает нашей металлической части максимальное количество всяких изменений оттенков, максимальный такой живописный объект. Именно из-за этого очень люблю изображать блестящие, темные или просто металлические предметы, потому что они максимально интересно реагируют на среду вокруг. И вот эти изменения, они, на мой взгляд, очень интересная задачка. Наблюдать за этими контрастами, за этими изменениями и показывать их. Ну, самое сложное здесь, конечно, это просто попасть, ничего лишнего, случайно не закрасить. Ну, а следующий этап, это уже, собственно говоря, живопись последнего у нас предмета, даже не предмета, это половинка от предмета, половинка свеклы. И первое, что я делаю, это реанимирую срез, да, то есть его нужно сделать ярче, потому что, как я уже говорила, краска просела, стал цвет немножко тусклый. Ну, вот второй слой, как я уже и говорила, он достаточно остается таким, как мы накладываем. Здесь надо быть уже очень внимательным, потому что второй слой, он уже вот так не высыхает сильно, не бледнеет, как первый. Это тоже нужно учитывать. Вот, естественно, нужно с одной стороны подчеркнуть рисунок среза, а с другой стороны не перестараться с его геометрией. Также нужно, естественно, дописать основную шкурку, и становится понятно, что и падущая тень в недоборе таком тональном незначительном. Шкурка здесь ничего сложного, она не бликует, она просто такая какая-то пятнистая, и, в общем, средний тон, вот он так вот добирается постепенно. Вот тут я использую такой достаточно классический технический прием по воскребанию блика. Тут очень важно понимать, что так можно делать только один раз и только если бумага достаточной плотности. То есть я аккуратно ножиком как бы сняла чуть-чуть красочного слоя. Можно было бы, конечно, эти блики оставить, но это было бы слишком много возни. В данном случае проще было их слегка вот так ножичком освободить. Я этот прием часто демонстрирую, ну, не единожды уже демонстрировала в своих онлайн уроках всевозможных. Ну, и вот мелкими деталями, собственно, я финиширую этюд. Много деталей особенно здесь нет, но, тем не менее, мелких точек всегда вот кажется, что недостаточно. Каких-то штришочков, каких-то акцентиков в самом конце, в самой конце работы. Ну, вот, собственно говоря, этюд готов. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!